В УЧИ. Третья лекция. И если вы спросите, что такое УЧИ, то самое правильное надо промолчать. Потому что это и есть УЧИ. Если мы только начинаем говорить о УЧИ, мы сразу идем противорез ВУЧИ. Потому что УЧИ это не иметь, не иметь ничего, не иметь знания об этом, это и есть УЧИ. Если мы становимся на какой-то путь, то мы уже идем к какому-то результату, к какому-то концу, к чего-либо. И то мы идем противописно с УЧИ. Поэтому все школы, все знания, все учения, они ошибочны. Потому что они идут к какому-то результату. Они имеют цель. Цель это значит конец чего-либо. А что после этого? После этого получается ничего. Но УЧИ это Вселенная, это Галактика. Она не может быть ни что. Она есть что. Но если ВУЧИ это не что, то как его определить и как начать движение? Действительно. Мы должны от чего-то отталкиваться. И мы отталкиваемся от Ян. Потому что Ян это начало. Нам нужно от чего-то оттолкнуться, потому что человек материальный. И ему нужна какую-то платформу, основу, чтобы он начал понимать лучше. Ян это Солнце. Солнце и медь. Инь это Луна. Луна не иметь. Все в УЧИ рассматривается с точки зрения иметь, не иметь. И там где не иметь, это и есть в УЧИ. Это пустота. Если идет поединок и вы взаимодействуете с партнером, то для того, чтобы победить как мастер в УЧИ, вы должны стать не кто, вы должны стать ноль. Кто Я? Нет, нет. И тогда вы его побеждаете, потому что он один. Он один, и ему не с кем бороться. Он останавливается, и вы побеждаете. Вышел время, когда вы и он двое, но вы ноль. Вы как галактика. Время поединка. Или вы уводите его со своей орбиты и побеждаете. Или вы расстрояетесь с ним и становитесь галактикой. Состояние в УЧИ – это пустота. Нулевое сознание. Отсутствие чего-либо. Поэтому для того, чтобы достичь в УЧИ, необходимо отбросить все. Это очень сложно. Поэтому существует форма. Форма – это способ достижения в УЧИ. Первая форма называется «12 магических движений». Как только мы становимся на путь в УЧИ, мы уже находимся в противовесе УЧИ. Любое наше действие уже в разделье случаем. Каким же образом постичь УЧИ? И нужно ли постичь УЧИ? Вот мы сидим, молчим, мы в состоянии УЧИ. Но уже его постичь. Как только мы начинаем о нем говорить, мы уходим от УЧИ, но мы хотим понять УЧИ. Вот это мудрствование, оно очень важно для того, чтобы понимать, как устроены. И все знания, и все науки, и все школы, а не обманка. Это не истина. Это какие-то костыли, подводящие элементы, какие-то знания о чем-либо, для того, чтобы отбросить предыдущее. Но если мы идем в какой-то двери, и для того, чтобы дойти до этой двери, мы хотим в нее зайти и понять, что там, мы отбрасываем одно, другое, поднимаемся в гору, разбиваем уловь, одежду, внесем обычные, различные состояния психические, психологические. Мы прошли путь, мы подошли к этой двери, и если мы отбросили все, то мы не можем зайти в эту дверь, потому что у нас нет ничего. И мы не понимаем, что за ней, что является смыслом жизни, для чего это все. Вы учитываете о том, что дверь одновременно закрыта и открыта. И вы можете в нее войти, не имея ничего. Потому что вы и есть в ученике. Галактика внутри вас. Вы и есть галактика. Все планеты системы находятся внутри вас. Поэтому есть техника, которая является подводящим элементом для понимания лучи. Это форма. Форма, которая выполняется студентом во время обучения лучи. При выполнении формы как бы каждая часть тела наша отделяется. И каждая часть тела, и каждая клеточка имеет как бы свой внутренний глаз. И когда вы видите поединок, то вы пустота. Вы не должны ничего просчитывать, ничего думать, что будете делать, блокировать, удалять. Вы должны раствориться, быть в состоянии лучи. И в зависимости от его движения начинается ваше движение. Движение синхронизируется. И вы, как бы имея глаза всего тела, видите все, что происходит не только здесь и сейчас, но и наперед, как бы опережая время, предвидя. Он только по подобности удар, а у вас уже рука стоит в положении блокирования. Он на вас удар, а вы уже атакуете, и это и состояние лучи. Время и пространство не существует. Это как одно целое. Вы, время, пространство, в лучи это одно целое. Это состояние, в которое человек может войти, и если он его испытал, он в нем находился, то он запоминает это навсегда. Это как первый поцелуй. Это как первый раз на море. Это что-то такое, что потом остается в памяти навсегда. Если вы нашли состояние в лучи, это состояние... Давайте помолчим. Это похоже на медитацию. Но это не медитация. Вучи это вучи, медитация это медитация. Студент должен размещать. Вучи это мама, медитация это папа. Все, что мы преподаем, конфу, тай-чи, цыгун и все такое, сини, покуа, это все дети. Есть лучи, это мама, есть ты, есть медитация, это папа. Все техники, это их производные. Вучи и медитация не суетиться, они спокойны. Это взрослые люди, которые знают жизнь, они понимают, как все устроено. Они уже прожили. Это папа и мама, которым уже по 80 лет. И вот, понимая, как это работает, вы видите, кто я. вы видите путь, потому что путь, это и есть лучи. Основатель школы Хонгья рассказывал такую притчу. У гончара был ученик. И он очень-очень старался делать все свои произведения. И вот, у него все время не получалась идеальная, круглая чаша. Потому что он очень старался сделать ее идеальной. Круглая, это как состояние тайчи. стараться, это следовать друг за другом. Это дать любовь этому предмету. Но, это значит, что вы находитесь мыслью в том, что вы хотите сделать, и вы отдаете чувство этому, состоянию. старание, любовь, усердие, следование, это все тайчи. На какое-то мгновение он отвлекся на что-то, и мысль его ушла в другое место, но он продолжал делать, и когда закончил, он увидел, что его произведение стало идеальным. Это было лучи. он был шокирован от того, что он отвлекся и сделал то, что никогда не делал. В этот момент его мысли отсутствовали. Он не думал о том, как это сделать, оно сделало само. Потому, что наше тело, каждый пальчик, каждая клеточка имеет как бы свой мозг, свой ум, свой глаз, свое состояние, и если мы им будем доверять, они будут сделать все идеально. Мы очень много прикладываем ума, это блокирует сознание и тормозит тело. И он побежал к учителю и говорит, учитель, смотрите, как идеально. Учитель посмотрел на это, ничего не говоря, взял молоток и разлил чашу. Учитель ничего не понял сначала, потом улыбнулся, мастер сказал, это есть мужчина. Иди делай. Пустота, отсутствие чего-либо, иметь не иметь, делать не делать. секретно. вы входите в состояние того, что вы не говорите, что вы самый сильный, самый лучший, самый просветленный, самый-самый, самый крутой, если вы не думаете о том, что иметь деньги, иметь машину, иметь, иметь, это будет дано вам. Не надо об этом говорить, не надо даже об этом думать. нужно находиться в состоянии лучи, это секрет. Это секрет всего, что происходит с людьми. Если человек входит в это поле, в состояние лучи, у него все происходит автоматически. Тело, пространство, творец, все знают, что вы хотите, как вы хотите. У дворца уже плавно 70 лет вперед. Вы только мешаете. Я хочу это, конфетку, машинку, машинку, хочу вот это, хочу вот эти джинсы, хочу, хочу, хочу. Слушай, ладно, разбирайся сам. Хочу. Очень много правил, очень много блоков. За счет каких-то программ можно, нельзя, плохо, хорошо. Это все блокирует. Так устроен социум. Поэтому достигнуть состояния гущей это можно уйдя из социума уйти отсюда ну хотя бы на неделю, но на месяц. Представьте, что ушли в лес и не слышите голос людей, ни телефонов, машин, только птицы, деревья и только вода. И через месяц попадая опять собственно вы садитесь в машину, включаете радио и слух, осязание, обаяние, он сразу пугается. Что это? То есть состояние человека, когда он попадает как бы другой мир естественного и звучит в кунг-фу. Ну хорошо если кунг-фу. Кунг-фу это 5 элементов, состояние 5 элементов это уже баланс хороший. Многие люди вообще не понимают где и в чем они живут. Что это за мир? Ребенок все время находится в состоянии лучи, потому что у него нету понятия время. Он здесь и сейчас. Сейчас хочу игрушку и все, потому что я хочу игрушку и больше ничего не хочу. И выживание естественно. Это не то, что я хочу и отложу и накапливаю. И у меня в доме все столажи, все полки все завалено на этими вещами. Вот он поигрался, бросил и пошел. Он уже про него забыл. Он не не архивирует и не ложит ее в запасники и не делает из себя плюшкина, как делает человек. Лучи это пустота. Если у вас нету этого состояния, то вы робот. Вы не человек. Вы машина. вами управляет. Делает так, делает так. Никакого творчества, никакого развития. Сказали сел, сказали встал, сказали умирить умиром. Не интересно. Прожил жизнь, как будто не прожил. 70 лет прошло, вспомнить нечего. Если вы находитесь в состоянии взаимодействия с партнером, его наносит туда, и вы блокируете, и думаете, что это и есть окончание боя, потому что вы уже сблокировали, значит, вы привели к конечному результату, то вы ничего не понимаете. Это смерть, это мечта. После того, когда что-то произошло, потом должно быть состояние вучения, раствориться и двигаться так, как льется музыка. то, что происходит, то, что вы не знали, что будете делать, но вы делаете. Вы перетекаете из одного с одного с другого, не возвращаясь, а продвигаясь дальше. Не делаете назад, а делаете вперед, вперед, еще раз вперед, и двигаетесь, и льетесь, учесть, но согласно геометрическим фигурам. Гармонично, красиво и плавно. Когда слушаешь музыку, кажется, что это какой-то бардак, то есть непонятно, как человек создавал вот это все произведение, наверное, он находился в каком-то ненормальном состоянии, и как можно вот эту красоту было создать. Но когда открываешь ноты, у него строгий порядок в нотах. Если взять, китайский рубль, это какие-то палочки, 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 европейцы смотрят, думают, боже мой, так это ребенок, у меня сейчас палочки нарисовал. Это тоже китайский рубль? Между гениальным и бородак практически нет никакой разницы. грань между ними очень маленькая. Никто гениальный. Если это состояние поймать, то вы будете идеально гениальны, гениальны, идеальны, так как создал вас Творец, и вы самодостаточны, понимаете, кто я, и понимаете свой путь. Это вам достигнуть состояние человека, живя на планете земля. Я хочу этим летом предложить своим ученикам подойти к этому состоянию. И для этого я хочу организовать несколько выездов на пивоту. Там, где нет социума. это очень важно. Дыхательная практика, медитация и лучи в одном комплекте. Для того, чтобы познать и понять вот эти состояния, и их ощущать, и до них дотронуться, и понимать их, не говоря о них, а понимать их на уровне души и духа, необходимо уйти из социума. Тишина. Войти в состояние тишины. Молчание, тишина, отсутствие социума. Это все необходимо для того, чтобы пойти в это состояние. Потому что человек живет, он должен понимать, «Да где же эта дверь? А, вот дверь, а как туда войти?» И мастер должен показать, как это сделать. Два дня медитации и лучи, не разговаривая ни с кем, даже с друг другом, общаясь только с природой. Если это форма и техника мастера как ведущего, вы можете войти в это состояние. нельзя ставить цель. Для чего? Нельзя как бы искать вот эту дверь, которую нужно открыть. Это все-таки образные примеры, словесные для того, чтобы как-то объяснить смысл данной техники. если вы хотите понять кто я, понять цель жизни, найти эту дверь, познать жизнь, познать что-то, прибыль что-то, вы уже блокируете это состояние. Идя по улице, наслаждайтесь том, в чем вы сейчас находитесь, в этом состоянии. Естественно, вы идете, вы живете, вы любуетесь тем, что кругом вас, вот сейчас здесь. Вы не грузитесь мысли о прошлом, о будущем, о планах, как будто бы вам дали сегодня на сегодня энергию и только на сегодня, что будет завтра для вас неважно. Не набирайте себе в голову я должен, я могу, я знаю, я что-то там приобрету, я сам сам, это все мешает, это все блокирует ваше продвижение. Как только вы это сделаете, вы получаете громадный результат, и как только вы получаете и вы понимаете, что это действительно так и работает, вы растворяетесь, растворяетесь в пространстве и вы понимаете, как находиться в социуме с этим. Я не говорю то, что нужно жить с этим вне социума. Я говорю о том, что для того, чтобы понять это состояние, нужно выйти из социума, побыть одному в тишине, природе, сделать определенные формы, дыхание, войти в состояние, где помогает сделать это мастер. Это очень важно. Человек сам не может это сделать. Тоже быть мастером. так устроен мир. Кто-то должен объяснить, кто-то должен объяснить, как играть на гитаре, кто-то должен обучать английскому звук, кто-то сам не может чего-нибудь сделать. И тогда, поняв этот человек, может находиться в социуме с этим, смотря на все, что с ним происходит, с улыбкой и смехом. Мне очень хочется, чтобы вы достигли состояния обучения. Это как будто бы вы познали любовь. Это как будто бы вы владеете временем и пространством. Это как будто бы вы ничего не делаете, но все происходит. Вы просто живете и все само собой в другом происходит. Вы не тратите на это много сил, усилий. Вы наслаждаетесь состоянием радости и счастья. Можно так описать, что это такое. Для этого есть физические упражнения для тела. Через тело мы можем к этому прийти, потому что тело знает это состояние. Оно находится внутри вас, потому что внутри вас находится галактика. Ум этого не знает, объяснить он этого не может. Это только если тело расскажет уму, то ум может это представить. А, я понял. Изначально ум не понимает этого состояния. Поэтому уже телесные практики специальные вековые традиции, созданные мастерами, которые позволяют тело открывать и ум осознает. А, я понял. Вот так это должно быть. Вот так учили веками. Спасибо.